В Ельском университете Профессия сказала, что этот стакан с водой сколько весит? Кто-то из аудитории кричал, 200 грамм, кто-то говорит, 500 И дальше ответ был очень поразительный, который поражает, наверное, сегодня и многих из вас И меня поразил, когда я услышал это Она сказала, нет разницы, сколько он весит Чем дольше ты его держишь в своей руке на вытянутую руку Чем тяжелее становится этот стакан Если продержите 5 минут Через 5 минут, 10, он станет чуть тяжелее Через 15 у вас будут мышцы болеть, и вы захочете оставить его Но вес его не изменился Становится тяжело держать то, что внутри Сегодня для меня самая тяжелая, нелегкая неделя Почти год военных событий И как оно? Как оно держать? То, что внутри болит, несправедливо То, что больно То, что ты видишь Те разрушенные села, жизни, людей, беженцев Нет света Как долго можно держать то, что весит все одинаково Когда внезапно тебе посвящает весть, которую ты Не ожидал И все твои планы Твои графики твои, то, что ты запланировал Оно просто улетучивается Когда ты не можешь дать ответ на вопрос Как же так? Когда ты стоишь перед дилеммой А как дальше? Подчиниться Богу в данных обстоятельствах Отменить все твои планы Свои события Поездки Или просто сделать То, что ты хочешь сделать Но события Которые происходят Они не контролированы человеком В четверг я еще раз убедился, что Мои планы Могут быть разрушены в течение одного звонка Звонок, который не оставляет меня быть прежним И фактически не в моей власти Или же Контролировать Что дальше будет происходить Я понял, что В моей, конечно же, власти Либо позволить Богу дальше действовать Либо Плюнуть на все И Поехать, уехать Поехать туда, где у нас будет встреча Должна поехать Мы должны были ехать завтра Всего лишь на несколько дней И вернуться до следующей субботы И никто даже не заметил Независимо, как близко ты с Богом Это абсолютно не значит ничего Если ты Остаешься Тем, кто контролирует процесс Скажу прямо Друзья, я скажу прямо Из собственного опыта Работая с людьми Уже не один год Работая с людьми Общаясь с ними С их проблемами Ситуациями Независимо от того, что будет дальше Происходить в собрании Вот здесь Особенно при Вот Служении После того, как Вели прославление Когда будет потом молиться Лишь будет общаться Одно я знаю точно После всего этого Собрания Вы все равно будете делать То, что задумали И захотели За то, что вы запланировали Вы будете делать Это То человеческое состояние Подсознательного бытия То, что мы живем Нам нужно что-то планировать Делать Исполнить И обязательно Его сделать нужно И ужасно Самое смотреть в люди Когда они Как-то вклиниваешься В их образ Или с их планы И они не могут Его исполнить Из-за тебя По причине Твоего Как бы Влияния Ты видишь Каких это коребет Каких тяжело Им согласиться С тем, что Их планы Могут быть изменены Я вам скажу Одну фразу Которая возможно Вам не понравится Она не нравится и мне Мы становимся Богом Самим себе Когда мы Не слушаем Слово И указания Господа Для нашей жизни Когда мы начинаем Контролировать Всю ситуацию Мы становимся Богом Для самих себя Начну с простых вещей Сказал Господь Моисею Говоря Объявися нам Израилев Скажи им О праздниках Господня В которых Должно созывать Общество Собрание Священное Собрание Должны призвать Вот праздник И он начинает И он начинает Не с Песоха Он не начинает Шабаот Он не начинает С праздников Пятидесятницы Рошушана Сукота Он начинает С простых вещей Которые Говорит Я в этот день Почил И говорю вам Шесть дней Можно делать дела А в седьмой день Суббота Покоя Священное Собрание Какого дела Не делайте Суббота Господня Во всех Жилищах Ваших Самое Элементарное И простое И мы пытаемся В этот день Все контролировать Все Направлять Так как Нам это Кажется Удобным Вот нам Удобно так Мы так и Направляем Для собственного Удобства Работа Суета Встречи Разговоры Звонки Родственники Мы пытаемся Даже в этот день Который Господь говорит Отделите его Для меня Проконтролировать Если мы не уступим Место Богу Духу Святому На место Первого Пилота В кабине Самолета Жизни Тогда мы Ответственные Будем За весь этот полет От начала До конца Если мы Не уступим Главному Пилоту Место Всевозможные Турбиленции В этой жизни Во время Нашего полета Твоей Моей жизни Полностью Возлагается На твои Мои плечи Все что происходит Мы становимся Богом Для себя И тем Кого мы контролируем Без меня Ты не справишься Надеюсь Вы понимаете О чем я говорю Я не знаю Как вы себя Представляете Но Я не способен Контролировать Все происходящее Вокруг меня И не способен Делать Все вещи Одновременно В моей голове Крутятся Разные идеи Проекты Для общины Города Страны Идеи Для общества Для блага Планы Поездки Встречи Ситуации Даты Служения Люди В моей голове Постоянное Движение Настолько Сильно И Это все Смешивается Что Хочется Иногда Просто Отпустить Все Потому что Забываешь Тех Кого Любишь Кто Рядом Тех Кем По жизни Нужно С кем Не нужно По жизни Идти Видеть Любить Наверное Сегодня я Буду Говорить Больше о себе Вас это не касается У вас немножко Другая жизнь По умолчанию Каждое утро Возможно Вам страшно Это будет слышать Но я одеваю Не вы Я одеваю Маску Бога Пытаясь Спланировать Продумать Каждый день И каждый раз В нем Я разочаровываюсь Так как Не все Что хотел сделать Делаю И то Что не хотел Делать Получается Нужно делать Возможно Это послание К себе Наверное Говорю вам То что переживаю После Того Как Мою жизнь Вот в четверг Прервал один звонок Господь желает От каждого Доверия ему В том Что он В контроле Всего происходящего Потому что Много ответа У меня нет Даже когда Димана Мама Спросила меня Ведь Как это могло Случиться Когда мы Постоянно Молились Милость Когда касается Божьего дома Вот здесь Мы собираемся Я сегодня говорю О нас Общине Орхамашиех Бетель Ахава Ешува Или же Дом радости Бетсимха Мы Мы Расслаблены Мы как-то так Все пускаем Знаете Вот Хорошо Если это Божий дом Так А себе Контролируют Его Чтобы Вот так Пусть Сам Бог И все Управляется Делает Двигает Но За пределами Этого Дома В наших Домах И квартирах Когда мы Пересекаем Порог Нашего Дома Все Радикально Меняется Вот просто Посмотрите За собой По свою Жизнь Мы Руками Зубами Ухватываемся За штурвал Управления И мы Считаем Что без Нас Никто Не справится Ни в чем Нам это Кажется Мы Хватаемся За штурвал И вместо Мудрых Советов Мы Делаем Указания Вместо Просьб Приказы Вместо Обсуждения Ваше Бесспорное Решение Вместо Согласия Где-то У нас Еще Есть План Б Если Вдруг Что-то Пойдет Не так Мы Забываем Доверять Богу В наших Финансах Обеспечение Семьи Без Молитвы За Сохранение Ее Доверя Богу Насущен Хлебе Нам Становится Как Быль Наших Отцов Когда Мы Вспоминаем Что Наши Предки Молились Об Обеспечении А нам Нужно Его Добывать У нас Недопонимание В том Слове Которое Называется Контроль Мы Хотим Просто Контролировать Ситуацию У нас Есть Проблема В передаче Полного Доверия Богу Друзья У нас Отсутствует Его Иногда Прочь Кто За Штурвалом Нашего Лайнера Я Сейчас Говорю Лично О себе Вы Тут Даже Ни При Чем У вас Таких Ситуаций Не Бывает Внешний Мир Сильно Влияет На Нашу Внутреннюю Жизнь То В мире Где Мы Живем И Та Информация Которая Мы Получаем Те Обстоятельства В которых Мы Находимся Сильно Влияет На Жизнь Богом Происходящее В политике Культуре Сфере Развлечений То есть Кино Театр Музыка В которой Мы Находимся Если Посмотрите Последнее Время Наши Любимые Джаз Банды Дайте Группы Кто-то Рок Любил Кто-то Панк Кто-то Любил Простые Группы Если Посмотрите В их Жизнь Увидите Что Они Распадаются По одной Личной Причине Несогласия Кто В контроле И Появляются Соло Артисты Соло Певцы После Прекрасных Групп Которые Они Были В успехе И Дьявол Накладывает Эту Систему И В Тело Мессии Кто При контроле Кто Управляет Кто Делает Кто Выходит Сама Идея Что Нужно Петь Вам Давайте Вы Будем Выбирать Как Петь Как Стоять Как Сказать Что Говорят Что Делают Как Преподают Почему Преподают Кому Преподают Вообще Кому Это Надо Повлиять Это На Других Людей И еще Тысячи Тысячи Фраз Которые Мы Можем Задать В Теле И Мы Не Впервые В Этих Ситуациях Скажу Так Еще Мы Даже Знаете Вот Не Первые Которые Находимся В такой Части Нашего Внутреннего Конфликта Где Мы Можем И Хотим Проконтролировать Первое Послание Иоанна 2 глава 15-17 Стих Не Любите Мира Не Того Что В Мир То Любит Мир В Том Нет Любит Отчий Ибо Все Что В Мир Плоти Похоть Отчей Гордость Житейская Не Есть От Бога Отца Но От Мира Сего И Мир Проходит И Похоть Его А Исполняющий Волю Божью Пребывает Во Век Если Мы можем Услышать Любимого Ученика Ишуа Тогда Мы можем Понять Мысль Которую Он Пытается Нам Преподать Он Преподает Хочет Сказать Нам Простые Вещи Что Наше Пребывание В этом Мире И Наше Соприкосновение С культурой Этого Мира Способно Затмить Наши Глаза Способно Способно Дать нам Идеи Что мы Все Предусмотрели Все Контролируем Все Что мы Захотим Можем Сегодня Сделать Нам Учат Так Хотите Мы Можете Получить Простите С дерзновением Пытайтесь Сделайте И Все Что Делает Нас Ответственными За Наше Будущее Мы Хотим Это Делать Но Этого Точно Хочет Бог Навряд Ли Вы Скажете Ну Почему Разве Богу Не Хочется Иметь Успешных Детей Божих В Бизнесе Не Хочется Разве Богу Радоваться Что у них Все Получается Когда Мы Успешны Когда Наши Семьи Сильные И в доме Есть Порядок Разве Богу Это Не Нравится Друзья Нравится Ему Все Нравится Только Мы Все Можем Неправильно Понять Давайте Возьмем Первую Первую Интересную Заповедь Данную Богом В Эдемском Саду Вспомним Эти слова Бытие Первая Глава 26 И сказал Бог Сотворим Человека По образу Нашему По подобию Нашему И да Владычествуют Они Над рыбами Мозькими Над птицами Небесами Над скотом Над всей Землей И над всеми Гадами Присмыкающими По земле Заповедь Да Давайте Мы его Сделаем Человека По образу Нашему И дадим И дальше Псалом 8 7 Поставил Его Владыка Над делами Рук Своих Все Положил Под ноги Его Хотя Многие говорят Это как бы Говорится Об Ешуа Но здесь Говорится Слова Для человека И 28 Стих Первая Глава Бытия Багашид И благословил Их Бог И сказал им Бог Плодитесь Размножайтесь Наполняйте Землю И обладайте Ею Владычествуйте Над рыбами Морскими Над птицами Небесными Над всяким Животным Присмыкающим По земле Бог То что хотел Он сделал И потом говорит Владычествуйте И фактически Мы с вами Фактически Человечество Попутали Как бы Берега Говорят Понятия Такие как Владычество С контролем Мы забыли Что такое Именно Владычество А мы хорошо Понимаем Внутри Что такое Контроль Нам с вами Давно Нужно Быть Владычеством То есть Управлять Но контроль В этом мире Всегда влияет На нас Мы с вами Способны И можем Влиять на ситуацию В которой мы Находимся Контролировать В полной Мере То Что Бог Контролирует Имеется ввиду Он контролирует Мы владычествуем Над этим Я почему Говорю об этом Потому что у меня Была дилемма Я не смог Проконтролировать Ситуацию Которая Сложилась В четверг Но я способен Был На нее Отреагировать Владычествовать Над своими Чувствами Обладать Ими И перестроить Эти обстоятельства И когда мы Пытаемся Перехватить Инициативу Управления Обстоятельствами От Бога Приходит Чувство Гордости Если мы Начинаем Все контролировать У нас И все Получается Мы как будто Заменяем Бога Что твоего Таланта Хватает Всем управлять Например Когда мы Оспариваем Свои точки зрения Контролируем Ситуацию Мы же говорим Чаще Вот я и прав И я это Дело свое Доведу До конца Несмотря на Ошибки других Возьмут И под контроль И все Увидят Точно Что я прав И Бог И Бог На моей Стороне Я уверен Что люди Которые Обеспокоены С событиями Вот которые У нас Происходят Не имеют Никогда Злого Умысла Каким-то Образом Повлиять На ту Или другую Ситуацию Но давайте Используют Божий Дар Для влияния На Обстоятельства Не на Контролях Давайте Помним Что Бог В контроле Всего А мы Всего лишь Люди Сотворенные Им Для управления Этой ситуации Второе Послание К Тимофе 1 глава 7 стих Ведь Бог Дал нам Не дух Страха А дух Силы Любви И благоразумия Ведь только Страх Неудачи Неуспеха Несостоятельности Что будет дальше Происходить Толкает нас На решение Контролировать Все И во всем И уменьшаем То То влияние Божие Которое Говорит Что Он Контролер Всего Я могу Предположить Что у кого Контроль В руках У нас Есть контроль Да У нас Есть Телефоны У нас Есть Пульт управления Телевизором Пульт управления Аппаратурой Которая есть Особенно Вот этот момент Очень интересный У Сережи Есть Пульт управления Этим звуком На который Я не имею Влияния И то Что я скажу Следующее Я скажу Я предполагаю У того Кого контроль Пульт управления Контроля Да Тот И диктует То Что мы слышим Видим И то Как мы Реагируем У кого контроль У кого контроль Тот и контролирует Что мы Остальные В доме смотрим Дети Когда-нибудь Вы смотрели Как они Борются За Пульт управления Телевизором Прибегали Мои дети Хотели смотреть И каждый Хотел свое И если Кто в первый Попадал Все остальные Смотрели То Что смотрел Первый И внутри Они боролись Не хотим Но нужно Потому что Родители Сказали По пять Минут Смотрите О чем Я Мир Который Мы живем Способен Первым Ухватить Пульт Для того Чтобы Диктовать Тебе И мне Картинку Которую Мы Вынуждены Смотреть Хотя Совсем Это нам Не нравится Нам не Нравятся Те события Которые Может быть Нас Направляют В будущее Но мы Контролируем Тему Чем Что На нас Влияет У нас С вами Есть Власть Не участвовать В том Что мир Предлагает Изменить И влиять На то Что нам Навязывается Не становиться Плотскими Или плотскими Верующими Мы можем Выйти из этого Доверяя Богу В наших домах Работах И в жизнях Верить Вернуть Этот пульт Управления Нашей жизни Богу А не только Обстоятельствам Которые Нас Контролируют Нашей жизни Бог должен Руководить Нашими Детьми Нашей Общиной Нашей Страной Давайте Мы Как люди Как верующие Люди Внутренне Отдадим Эту позицию Контроля Богу И доверить Ему В будущем Многие Пытаются Контролировать Детей Когда Бог Дал нам Власть В их воспитании Многие Пытаются Контролировать Деньги В то время Когда Нам Дана Власть Управлять Ими Многие Пытаются Контролировать Работу В общине Вместо того Чтобы участвовать В ее развитии Многие Пытаются Контролировать Дух Святой Вместо того Чтобы подчинение Его действия Многие Верующие Натягивают Маску Бога В жизни Так сильно Что становятся Сами себе Богом И потом Удивляются В событиях Которые Происходят И бесконтрольны Им Римляна 8 глава 28 стих Все этот стих Очень хорошо знают Притом Знаем Что любящим Бога Призваны По его Изволе И все Содействует Ко благу Но когда мы Слышим Все содействует Ко благу Мы часто Хотим Поменять Все Содействует Соседу На благо Но не Меня Я хочу Иметь Полный Контроль Обстоятельствами Самое Интересное Что Призваны Любящим Бога Не Любящим Себя Как Бога А Любящим Бога И Меня Кто-то Спросит А что Значит Любить Бога Кто-то Задавался Вопрос Что Значит Любить Бога Исполнять Заповеди Их Возможно Все Исполнить Так Как Любить Бога Мы Знаем Заповеди Возлюбить Господа Бога Всем Сердцем Своим Разумением Всей крепостью Своей Всем Своим Имением Чти Бога И так Далее Мы так Хорошо Говорим Но Что Значит Любить Бога Того Кто Сына Своим Не Пожалел Того Кто Не Мог Другим Никем Клясться Клясться Со всеми Собою Что Он Будет Нам Защитой Он Будет Нашим Ответом Нашей Жизни Как Любить Бога Я Думал Значит Знаете Вот Я Может Быть Я Сделал Так Кратким Но Я Написал Доверить Контроль Богу Любить Бога Доверить Контроль Богу Отвергнуть Себя Своё Собственное Эго Жертвовать Собой Своими Интересами И Выгодами По Плоти До Такого Состояния Чтобы Положить Душу За Друзей Ещё Главное За Своих Близких Чтобы Можно Было А После Всего Когда Ты Всё Это Сделал Положил Всю Свою Жизнь На Алтарь Служения Людям Богу Жертвы Не Говорить Другим В ответ Да Я За Тебя Всё Дал Всю Жизнь Положил Когда Они Тебе Не Реагируют Никак Просто Посмотрите Жертву Которую Сделал Ешуа Он Алтарь Жертвенный Положил Всего Семо Себя И Как Часто Мы Игнорируем Это Я Наверное Никому Не Приходил Господь Ночью И Сказ Слушай Сколько Я Для Тебя Сделал Я Жизнь Положил За Тебя А В ответ Что Я Получил Но Часто Мы Так Реагируем Я Всё Отдал Последнее Детям Внукам В Общине Друзьям На Работе Я Жизнь Положил А Меня Ничем Не Считают Да Это Любовь 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 Богу Иоаннов 21 Глава 24 Стих Все ученики Свидетельствуют О всем Написалось Сие И знаем Что Истинное Свидетельство Его Многие Другое Сотворил Ишуа Но Если бы Писать О том Подробно То Думай Саму Миру Не вместить На Написанных Книгах О чем Эти слова О том Что Все Что Было Сделано Так Много Что Всему Миру Не Не Описать Или не Местить Книгах То Что Было Произведено Мы Так Хотим Сказать Всем Остальным Что Мы Так Сделали Как Мы Это Сделали Как Мы Хотели Положить Всю Свою Жизнь Людям И При Всем Этом Чтоб Нас Любимых Всегда Помнили Наша С вами Песня Медопета Страница Жизни Не Дописана Это Значит Нам Сегодня Необходимо Передать Искренне Передать Верить Нашей Субле В руки Бога Хотите Писать Собственную Историю Возьмите Под контроль Всю Свою Жизнь Хотите Чтобы Бог Вас Вписывал В историю Летописи Отдайте Ему Всю Свою Жизнь Я Верю Что Дима Юферев Сначала Решение Пойти На Фронт Верил Свою Жизнь В Руки Бога Мама Ему Говорила Сынок Зачем У тебя Прекрасная Семья Тебя Ждет Твой Сын Говорит Мама Не Могу Иначе Это Мой Шанс Не Стать Героем Он Не Хотел Быть Героем Это Мой Шанс Изменения Самого Себя Он Верил Свою Жизнь В руки Бога Влиял На Ситуацию Защищая Многих Но Не Контролировал Ее Его Мог бы Поставить Ем Еще Много Его Роликов Где Он Перезаряжает Автомат Контролирует Ту Линию Фронта Где Он Защищал Он Надеялся На Лучший Исход Но Не Забывал Что Все В руках Бога Он Жил Встречей Со Своими Близкими Родными С Семьей В Первую С Сыном С Женой Но Мы Так И Не Сможем Тут На Земле Еще Раз Услышать Его Голос И Как бы Нам Не Хотелось Все Обратно Вернуть Мы Четко Понимаем Что Контроль В этой Жизни Принадлежит Только Богу Есть История Одного Царя В Израиле Его Имя Иоким Бог Через Пороков Дал Написал Ему Послание Но Я Вырву Один Кусочек Из Контекста Это Не В плохую Сторон Услышать Царь Яким В то Время Это Иеремия 36 Глава 22 23 Стих В девятом Месяце Сидел В зимнем Доме И перед ним Горел Жаровня Когда Ягудий Прочитывал Три Или Четыре Столбца Царь Отрезал Их Песцовым Ножичком И бросал На огонь Жаровни Доколе Не уничтожен Был весь Свиток На огне Который Был На Жаровну Другими Словами Царь Пытался Контролировать Слово Бога Показывая Своё Несогласие Отрезая От свитка Кусочек За кусочком Пренебрегая Божьим Контролем Потому Что То Что Бог Говорил Он Не мог бы Контролировать Но мог повлиять Каким образом Оно влияется На На историю Вы помните Что Бог Посылает Порока Говорит Царю О том Что Ты Уже Умрёшь Напиши Завещание Умирай От болезни Которая У тебя Есть Ты умрёшь И он Понимая Что Он не контролирует Ситуацию Обратился И начал Горько Плакать Он Имеет Отношение Начинает Влиять Свои Как бы Отношения К Богу Вспомни Боже Вспомни Как я жил Перед Тобой Вспомни Отцов Наших Вспомни И вдруг Бог Меняет Обстоятельства То Что Только Бог В контроле Я обращаюсь Сегодня Ко всем Нам Я обращаюсь К общине Церкви Кто будет Смотреть Нас В прямом эфире Простой Вещей Отпустите Дайте Передайте Контроль Богу Передайте Пульт управления Чтобы Бог Запустил В вашей жизни То На чем Вы будете Смотреть Молитва Прославление Поклонение Участие Волонтерство Работа с людьми Помочь людям Жить той Миссией Которую Бог Дал для Ишуа Проповедовать Евангелие Говорить людям Быть открытыми На то Что происходит Вокруг И на самом деле Владычество То есть иметь Ту власть Которую вы Можете Управлять Собою Повлиять На жизнь Человека Я обращаюсь Сегодня Ко всем нам Давайте Передадим Внутренний Стержень Контроля Богу И позволим Духу Святому Действовать Не только В собрании Народа Где мы Собираемся Ну хорошо Но в наших Семьях В нашей Работе В нас Самих В нашей Стране В нашей Вот обстоятельствах Раскроем Любовь Богу Своим Послушанием Его К его Присутствию Откроемся И не станем Обижать Дух Святой Своим Самопранством Своим Направлением Любить Бога Что значит Любить Бога Ишуа Говорит Иоанна 14 Глава 15 Если Любите Меня Соблюдите Мои Заповеди Друзья Если Вы Любите Бога Покажите Вашу Любовь В действии Соблюдите Его Заповеди А его Заповеди Тяжелы Знаете Какие Самые Интересные Любите Друг Друга Любите Не Контролируйте Не Пытайтесь Угодить Каким То Образом А Любите Я Продолжу 21 24 Кто Имеет Заповеди Мои Соблюдает Их Тот Любит Меня А Кто Любит Меня Тот Возлюбен Будет Отцом Моим И Я Возлюбю Его И Явлюсь Ему Сам Иуда Нескориот Говорит Ему Господи Что это Ты Хочешь Явить Себя Нам А не Миру И Что Сказал Ему В ответ Кто Любит Меня Тот Соблюдает Слово Мое И Отец Мой Возлюбит Его И Мы Придем К Нему И Обитель Него Сотворим Любящий Меня Не Любящий Меня Не Не Соблюдает Слов Моих Если Человек Не Соблюдает Божьих Заповедей Любви Отношений Можно Сказать Так И Любовь Его К Богу Ее Нет И Наверное Вот это Самое Интересное Для Каждого Верующего Что Что Любим Бога Не Только На Устах А Своими Делами И Когда Мы Пытаемся Контролировать Ситуацию Которую Мы Попадаем Мы Должны Решать Эх Мудростью И Властью Которую Бог Нам Дал Потому Что Ситуацию Контролирует Полностью Бог Второзаконие Там Написаны Тоже Слова Любви Не Дела Себ Кумира Никакого Изображения Того Что На Небе Верху И Что На Земле Внизу И Что В водах Ниже Земли Не Поклоняйся Им И Не Служи Им Ибо Я Господь Бог Твой Бог Ревнитель Завину Отцов Наказывающих Детей До Третьего Четого Рода Ненавидящих Меня И Творящих Мил И Ненавидящих Меня И Творящих Милость До Тысячи Родов Любящих Меня И Соблюдающих Заповеди Мои До Тысячи Родов Потому Что Это Выливается В отношения С Богом И Закончу Последней Частью Мы Все Жаждем В Этой Стакане Не Только Есть Тяжесть Но Также Есть Вода Которой Можно Пить Утоляющую Жажду И Иоанн 4 Глава 14 Говорит А кто Будет Пить Воду Которую Я Дам Ему Тот Не Будет Жаждать Вовек Самарянка Сказала Дай Мне Такую Воду Я Хочу Быть Утолен Хочу Контролировать Все Проконтролировать Что У меня Этой Воды Достаточно И Я Не Буду Приходить К Этому Колодцу Но И Шува Говорит Но Вода Которую Я Дам Ему Сделается В нем Источником Воды Текущую В жизнь Вечную Чтоб Текла Вода Из Источника Нужно Чтобы В земле Была Трещина Иногда Нужно Чтобы Он Нас Окрушил Чтобы Оттуда Потекла Вода Когда Мы Открыты Перед Богом Мы Начинаем Понимать Что Вода Которую Бог Нам Дает Его Присутствие Он Сам Становится Источником Который Течет В Жизнь Этого Человека Не Будешь Жаждать Потому Что Полнота И Постоянство Заставляет Его Идти Вперед В Отношении К Богу И Шо Говорил Женщине Выпьешь Эту Воду И Не Будешь Жаждать Простой Воду Но Говорит Что Те Кто Будут Пить Эту Воду Не Будут Жаждать Так Пьют Ее Постоянно И Имеет Доступ Ко Мне Постоянно И Эта Вода Станет Источником Постоянного Ручья Постоянства Бога То Владычество Которое Он Нам Дал Над Собой Не Контроль А Владычество Над Вашим Временем Над Вашими Отношениями Вы Вправе Решать Ваши Отношения Мир Протекает Время Уходит А Бог Остается Тот Ж Удивлю Но Скажу Простую Вещь Это Не Последняя Страница Моей Жизни И Я В состоянии Ее Писать Согласны В эти Минуты Я бы Хотел Чтобы Мы Встали Перед Богом Способны Были Внутри Помолиться Так Сказать Господи Где Я Сегодня Пытаюсь Контролировать Ситуацию Где Я Понабрался В мире Столько Что Я Не Могу Отпустить Данную Ситуацию Она Меня Беспокоит Я Хочу Ее Решить Вместо Того Чтобы Передать Это Тебе То ли Это Работа То ли Это Семья То ли Это Вообще Служение То ли Влияние На Какие То Друзья Давайте Мы Сегодня Примем Эту Свободу